Собрался куда? На вольные хлеба. Человек-оркестр, мягко говоря. Лучше не скажешь. Послушайте сборничек. Ни слова на английском, ни буквочки на английском языке. Люди умели играть. Музыка и магия. Итак, всем привет. Это Рок Сказы. С вами Николай Бегник-Богайчук. И сегодня, мои друзья, мы с вами опять-таки отправляемся в 1974 год и продолжим обозревать те пластинки, которые вышли в этом 1900, далеком ныне, но таком близком, 1974 году. Кстати, обратите внимание, вот этот вот период 70-х годов каждый год раскрашен в такие яркие цвета, в такие незабываемые мелодии. Каждый год, вот мы с вами будем проходить, вот этот. Рок-музыка настолько стала всеобъемлющей. Туда вливается фолк, туда вливается джаз, туда вливается этно, туда чего только не вливается. Если первую часть нашей программы мы начинали с лучшего, на наш взгляд, на общий наш взгляд, альбома 1974 года группы King Crimson под названием Red, рыжий, ну красный, если хотите, называйте его красным. То вторую часть мы начинаем с альбома, который ему предшествовал. Это альбом Starless and Bible Bear. Вот здесь ситуация произошла такая. Некто Тим Милли, человек, который записывался на предыдущем альбоме, который, кстати, придумал название альбома Larktangus and Espic, «Заливное из язычков жаворонка». Это же идея, когда Фрип, когда они... Это был талантливейший музыкант, он извлекал звуки из всего, чего мог извлечь. Билл Бруфорд вспоминал, что когда они начали с ним сотрудничать, он говорит, для меня этот человек был, говорит, вообще человек-загадка. То есть он мне рассказал несколько, говорит, историй, связанных с тем, я до этого думал, что я умею играть на барабанах. Когда мы с ним начали общаться, он рассказал просто какие-то вещи, тонкости, типа того, как для музыкантов, ну, как для любой творческий человек. Он говорит, вот знаешь, что-то открывает, ты вроде, казалось бы, это знал, а ты этого не знаешь. И когда тебя пускают в это, тебе открывают вот эти двери восприятия. Да и все, и ты пошел. У тебя это все как бы срослось. И вот этот человек покидает Кинг Римсон после альбома Larktangus and Espic. Конечно, для участников ансамбля это был шок. Это был шок для представителей компании, потому что, извините меня, ну, у человека контракт, человек его подписал, он получил там деньги. А выбрал человек, духовный путь, пошел в монастырь, стал монахом. Бывает такое. И поэтому Кингсон оказались в такой ситуации немножко как бы, ну, я бы не сказал бы, что патовой, потому что при таком наличии музыкантов, вы это извините меня, вот здесь в группу приходит Джон Уэтом, Дэвид Кросс, и в этом составе, как говорится, вот этот вот квартет, они записывают этот потрясающий альбом Star Wars and Bible Black. Этот альбом, в принципе, этот альбом стал предтечей того, что к концу года, а весь этот год группа Кинг Римсон находится на гастролях, и есть потрясающий CD, правда, бокс, издание. Вот этот вот, Кинг Римсон, Star Wars and Bible Black, где записаны все практически концерты, которые они давали. То есть там масса этих компакт-дисков, которые лежат, вот, сохранились. Оказывается, все это писалось, весь их тур. И там просто видно, как из одной композиции, они играют-играют, выходит другая композиция, концу тура. Так там появляется та же композиция Star Wars сама по себе. Вот если здесь Star Wars and Bible Black, то там вырисовывается Star Wars, хотя в этой же композиции Star Wars есть и строчка Star Wars and Bible Black. Genesis. Последний альбом с Питером Гебриэлом, фронтменом этого ансамбля, оказывается двойным. Lamb Lies Down on Broadway, что в переводе означает «заклание Агнца». Агнц, вы сами понимаете, что это такое. Это жертва заклания, жертва на Бродвее, так сказать, нигненка. Это потрясающий альбом. Мы буквально недавно сегодня с моим коллегой говорили о том, что альбом содержит столько прекрасных мелодий. Просто настоящих, красивых мелодий. И это уже такая, это уже настоящая концепция. Это можно даже назвать ее прог-арт-оперой, если хотите. Прог-арт-рок-оперой. И еще раз говорю, любительная песня Гебриэла в «Дженезис». Он понял, что он перерос этот коллектив. И, как шутили в одной из английских газет, что два соловья на одной ветке усидеться не могли. Ну, я так скажу, что Фил Коллинз соловьем-то стал не сразу. Ян Андерсон, группа Jet Ratal. И один из, как мне кажется, недооцененных альбомов. Он носит название War Child. Почему-то, когда говоришь о группе Jet Ratal с поклонниками, да, «Зизвоз» всплывает, «Аквалан», «Стендап» из-за фигурок, скорее всего. Из-за того, что там есть песня, которая стала лейт-мотивом хита другой группы. Понимаете, о ком я говорю, «Иглс» и «Отель Калифорния», да? А вот War Child, а, «Сыка Зыбры», конечно, там с газеткой, да? «Бросфортон Зыбист», самый тяжелый джесс-ротал, практически хардовый, да? А вот почему-то War Child не каждый скажет, что вот, что это его альбом, там, скажем, один из любимых. Потрясающая пластинка. Настоятельно рекомендую. Если не знаете ее или подзабыли ее, обязательно освежите. Следующая у нас «Ес». В 73-м году новоявленный до этого клавишник группы «Ес», Рик Уэйтмен, который отыграл с ними предыдущие культовые альбомы «Close to the Edge» и «Fragile», делает ножки. Не знаю почему. Точнее, я знаю почему, но не скажу. Или скажу чуть позже. На его место приходит швейцарский клавишник «Патрик Мора». Вот здесь на этой фотографии он изображен вместе с участниками «Ес». И группа «Ес» записывает потрясающую пластинку, которая называется «Real Life». Как всегда, Роджер Дин сделал потрясающую обложку. Очень красивую. Вообще, «Ес» обложки – это одно удовольствие. Я часто, знаете, беру просто их рассматриваю. Фрагментально. Как это все положено, как эти краски все. На альбоме три композиции «The Gate of Delivered», «Sound Chaser» «To be over», но частью, финальной частью «Gate of Delivered» становится композиция, которая имеет свое название «Soon». Я не знаю, почему они ее не вынесли в трек-листе, эту композицию. Помните эту нереальной красоты ангельского звучания, эта композиция? «Soon to soon, so why?» Вот это фантастика какая-то, да. Кстати, как вот в свое время, точно так же, например, я считаю, что та же история, когда выходил первый альбом ансамбля «Арсенал», джаз-рок ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова, там тоже в композиции, в одной из композиций, заложена другая композиция, но не вынесенная на обложку, на перечень композиции. Это молитва на слова Расула Гамзатова, но она там спрятана, спрятана, композиция в композиции. Обратите внимание, кто понимает, о чем я говорю, у кого это есть пластинка, обратите внимание, там на второй стороне это есть, очень красивое, и то, и другое, по-разному, но мы сейчас говорим о ЕС, о 74-м годе. Кстати, переслушайте этот альбом, замечательный, и Патрик Мара играет, он влился в коллектив, очень жаль, что он всего одну пластинку побыл, всего одну пластинку, потом он уходит и основывает трио «Рефьюдж», но вот, видимо, вот этот толчок, его присутствие в этой группе, величайшей группе, и его же там на равных приняли, ну как родного, а? Далее, как говорится, и показать свое умение, все. Кстати, в этом же году ЕС выпускает еще, он входит в их дискографию, это сборник «ЕСТУДЕЙ». Опять-таки, с оформлением, видите, Роджера Дина, но он реально входит, вы иногда пишете в своих комментариях о том, что, а почему вот вы не поставили, например, Битлз 62-66 и 67-70, они же вышли в 73-м году, но, во-первых, уже Битлз не существовало, и это были такие, ну, сборники, которые, на мой взгляд, я думаю, что это делала даже не группа, Это делали EMI, выпуская это, чтобы заработать, так сказать, денежек и, как бы, да не как бы именно заработать бабла, но я так это говорю, хотя оба сборника удачные и стали культовыми. Вот это потрясающий сборник группы ЕС, ЕСТУДЕЙ. Если, опять-таки, раннее творчество не хочется слушать полностью, послушайте сборничек. Ну, а покинувший на время группу ЕС клавишник Рик Уэйкман, композитор и аранжировщик, и автор музыкального материала выпускает очередную свою сольную пластинку, на этот раз по Жульверу, путешествие к центру Земли. Очень красивая работа, как всегда, концепция в музыке, все это, видите, вот какие в оригинале у них дизайнеры работают уже по полной программе, то есть все, что... Вот это сольное творчество Вейкмана 70-х, это отдельная история. Я очень люблю его эти пластинки, я никогда не скрывал, я считаю, что Рик Уэйкман один из немногих музыкантов, который каждый раз тебя чем-то удивляет. Вот он, Ван Гелес, вот такие вот люди глобального какого-то масштаба. Группа Элой и их второй полноразмерный альбом Флотен. Это коллектив, я уже говорил о том, что очень, как бы, напоминающе отдаленно творчество ансамбля Пинк Флотен. Ну, есть там что-то, вот для меня, во всяком случае, что-то есть в этом, понимаете? Но, тем не менее, со своим лицом таким, очень запоминающимся, опять-таки, вот первая декада существования этого ансамбля, каждая пластинка просто вот, ну, изюминка. Те, кто знает, знают, кто не знает, настоятельно рекомендую, слушайте, не боясь, слушайте любую пластинку, берите, получите колоссальное удовольствие. В 74-м году британская группа Griffon выпустила аж две пластинки. Одна называется Red Queen to Griffon Free. Ну, из чего можно понять, что Красная Королева ходит, так сказать, в третий раз, или на третью клеточку, не знаю. И вот, очень люблю этот альбом, Midnight Mishrams, полуночные грибы. Оба альбома на культовом лейбле Transatlantic, хотя это американское издание, по-моему, на Белле, да, на фирме Белль, а это оригинальный Transatlantic. Очень люблю этих фолк-рофовых ребят, как и, кстати, Amazing Blondel. Помните эту группу? Они отбросили, во-первых, одного члена коллектива, их же было трое, остались вдвоем, и вот эти здесь уже выходят как просто блонделл. Может, многие даже и не знают о существовании этого альбома. Ну, а Роберт Джон Готфри, которого я уже сегодня вспоминал, человек в связи с творчеством группы Barclay James Harvest. Это именно этот человек делал оркестровки на первых двух альбомах. Впоследствии, вот его первый сольник. Довольно редкая пластинка. Впоследствии, в 76-м году, уже в составе группы Enid. В принципе, это группа, которую Роберт, как и собирал бы, понимаете, у него там постоянно составы менялись, он интересных музыкантов. Вот человек как бы сам ведет, человек оркестр, мягко говоря. Группа Enid мы еще не обязательно поговорим, а вот пока обращаем внимание на вот этот его первый сольник. Очень интересная пластинка, арт-роковая. Хойлдеринг, клоуны и облака. По-моему, это уже вторая пластинка группы, а может даже третья. Хойлдеринг, это такой красивый-красивый крауд-рок, то что, ну, арт-рок, опять-таки, это арт-рок, прогрессив такой, но у немцев это называют крауд-роком. Группа Sympathy. Немецкий лейбл Bass, очень редкая пластинка, группа одной пластинки всего. Пластинка настолько, ну, вот я первый раз ее, когда услышал, настолько запал, мне она так понравилась. Я долго ее искал, чтобы найти ее к себе в коллекцию, ну, слава богу, нашел. Ну, а теперь то, что называется деликатесы. Вот это группа Frupp. Я думаю, вы помните этот коллектив, прекрасный коллектив, записавший всего-навсего четыре пластинки студийных и одну пластинку зальную, двойную. Вот, кстати, я ее ни разу не встречал, я знаю, что она есть, но я ее ни разу не встречал. Вообще редкая довольно-таки, очень редкая группа. Здесь два их дебютных альбома практически, вот, когда смотришь, ничем не отличается, вроде бы как, да. Но один альбом был, там маркетинговый такой ход был. Вот этот альбом был напечатан на пае и на черном виниле, на обычном, оригинальном 140-граммовом виниле. Но на тот момент так получилось, что коллекционеры прекрасно знают вот этот вот значок фирмы Даун. И вот этот Даун всегда выпускал свои пластинки на светящемся, просвечивающемся виниле света бургунь такой. Вот это я держу в руках, вот этот вот альбом. Он, если его поставить на свет, он будет просвечиваться, ну, такая фишечка, таким бордовым красивым цветом, как будто на пластинку, знаете, пролили дорогое вино. Ну, а сам по себе фруб, конечно, вот, что эти семь секретов, что маскарад, это фантастика, фантастика. Я очень люблю эту музыку. Как и, кстати, музыку вот этого коллектива под названием «Нектар». Это второй альбом «Воспоминания о будущем», «Remember the future». Первый у них был «Путешествие в центру глаза», вы об этом прекрасно помните, мы говорили, если я не ошибаюсь об этом. Это их второй альбом на белофоне, по-моему. А, нет, это американское издание на паспорте. Так получалось, что весь практически вот такой вот интересный выходил, арт-рок такой, он в Америке выходил на паспорте. Те же Camel выходили на паспорте. Культовая британская группа Emerson, Lake & Palmer в Германии обрела своих последователей в лице трио Triumph. Их альбом «Illusion on a double dime», лейбл «Harvest». Очень интересная группа Triumph, настоятельно рекомендую. Особенно забавная пластинка у них есть, которая называется «Русская рулетка». Там, конечно, эти два персонажа, которые на обложке. Ну, я ее покажу, когда мы будем говорить о последующих годах. А так, конечно, если терпения нет, найдите в интернете, послушайте. Довольно забавная команда. И пластинка замечательная. Carmen, Fandango in Space. Вот это издание на ABC, на Dunhill. Dunhill, ABC, Dunhill издание. А вот оригинальный конверт, это все в одном году было выпущено. А оригинальный конверт оказывается вот этот вот. Это японский «Адеон». А в Англии оригинал выходил на фирме Regal. Очень редкая компания. Здесь, видите, буклетик с фотографиями, с текстами на японском. Вот если у вас масса, я всегда говорю, если у вас масса времени, вот есть время, и вы не знаете, чем его занять, купите японские пластинки, японские производства, именно чтобы вот были буклеты на японском языке. Это фантастика. Вот берете лупу, берете словарь, вставите этот самый, и начинаете читать на японском языке, и понимать, о чем ваша любимая группа, например, поет. Понимаете? И таким образом начинаете разбирать иероглифы. Чем один иероглиф отличается от другого? Интересное дело. И время, так сказать, не зря проведете. И наберетесь чего-нибудь опытного. Я вот недавно тут купил одну японскую пластинку. А там вообще, представляете, вот подборка джаза, мирового джаза, значит, 100 величайших джазовых хитов, но сделано для японского рынка. И я понимаю, что это Дюк Эллингтон, что это Каунт Бейси, что это там, я не знаю, Глен Миллер, да, это там Элла Фиджеральд, это Луи Армстронг, это Фрэнк Синатра. Но вот в таком толщинном буклете, ни слова на английском, ни буквочки на английском языке, все на японском. Вот можно изучать так японский язык. Это шутка шуток была. Итальянская группа P.F.M. и альбум Кук. Смотрите, какие замечательные. Вообще итальянский прогровок – это какая-то сказка. Это вот эти концонники, вот эти, подарившие миру оперы, само понятие опера, вот эти все итальянские, как бы, песнопевцы, вокалисты, все это. И вот в арт-рок они принесли эту эстетику. Итальянцев слушать очень интересно. Все эти Ассанна, все эти Ньют Роллсы, все эти P.F.M. и Артия Мистери, вот это все. Ну, это просто какая-то сказка. Ну, Эсперанто с альбомом Dance Macabra. Интересная команда. Вот у них всего, по-моему, три или четыре пластинки всего у Эсперанто. И каждая пластинка интересна по-своему. «Караван» и «Новая симфония». Альбом «Живой». Это живая запись группы «Караван», записанная в октябре 73-го года, но увидела свет в 74-м году. Понятно, что на тот момент программа сформирована из хитов этого коллектива. Хотя говорить, ну как можно арт-роковая группа с хитами? Ну, прогресс и в рок. Ну, там один хит может быть на все отделение, а то и на два. Но, тем не менее, красота такая. В 74-м году очень красивый, правильный маркетинговый ход делает английская группа Camel. выпуская свою вторую пластинку под названием «Мираж». Они берут за основу изображенные на пачке популярнейших сигарет Camel. Видите? Делают это больше и немножко, так сказать, делают такой миражок, как будто это все вроде бы как ты стоишь издалека. Насколько я знаю, у группы начались проблемы, потому что компания на них почему-то наехала. Компания, которая принадлежит марка Camel. Но юристы каким-то образом, британские юристы, выпускавшие эту пластинку, а это, опять-таки, компания D-RAM, подразделение Gama, они очень красиво повернули в то, что это же реклама сигарет получается, ребята. Мы же вас рекламируем за счет музыки. А вот так этот Camel вышел, видите, в Америке. Американцы отомстили группе Camel выходом этого альбома в такой обложке. Хотя, вы знаете, она мне нравится. Она милая. Что-то в ней есть такое футуристическое. Свой второй и последний альбом группа Badger назвала White Lady. Видите, у меня даже промокопия. В группу зачем-то, вот одного не могу понять, зачем в эту группу позвали Джеми Ломакса? Ну, есть такой дама-музыкант хороший, у него там были сольные твои работы. Помните, первый Badger был записан живой? Это такая шикарная запись, спродюсированная, кстати, Крисом Сквайером с группы Yes, к нему имел отношение Джон Андерсон. И здесь первый Badger, одноименный, который, Барсук. Альбом, конечно, феноменальный, и его оформление со встающим этим Барсуком, английское, конечно, потрясающее. Второй альбом, но интересный, ни в какое сравнение. If... Not just another bunch of pretty faces. Лучше не скажешь. Наличики на вот эти, посмотришь на эти pretty faces, и все сразу станет ясно. Ив, замечательнейшая группа, если вы не знакомы с их творчеством, интернет вам в помощь, как минимум. Послушайте, замечательно. Вот время, когда музыки было много, музыка была разная, но самое главное, что подавляющее большинство этой музыки было архикачественной. То есть люди умели играть. Вот этих всех... Вот этих тюнов там, вот шмунов там, этих всех лупов, шмупов, их не было. Люди играли все вживую. Ну, или в худшем случае наложением. Если уже ты не вылабываешь, как говорится, приглашай музыканта со стороны. Но это должна быть живая музыка. И когда ты слушаешь вот этих вот ребяточек, всех, ты понимаешь, что его величество, музыка, призвала ее величество, так сказать, музыкантов. То есть... Еще немножко кайфов. Французская группа Атол. Мюзишнс, мадишнс, магнишнс, маджишнс, в общем, короче, музыка и магия. Скажем так, музыканты, магики. Альбом 1974 года, первый Атол. Очень интересная пластинка, как и, кстати, их соплеменники. Вот эта франкоязучная группа. Называется она Анжа. Анжа, Анжи, Анжа. Я сначала дома, когда, помню, первый раз увидел эту обложку, мне показалось, что это группа Ангел. Помните, такая была группа? На Лейбле Касабланка Кис их продюсировали. Но, к счастью, это не Ангел, это Анжа. И это очень красивый французский прогрессив рот. Кстати, если мы говорим о франкоязычных вообще группах, настоятельно рекомендую, друзья, вот эту сольную, ой, вот эту первую дебютную пластинку канадской группы Армониум. Одноименная пластинка. У них вышел этот альбом в 1974 году, а в следующем году, в 1975, у них вышла вторая пластинка. И вот, знаете, у меня ощущение, когда я каждый раз их слушаю, что это две части одного целого, что это должна была быть двойная пластинка, но на тот момент вот эта вот компания Celebrator, да, которая выпускала это все, вот эта, выпускала этот Хармониум, они, видимо, не рискнули и сначала выпустили одну пластинку, а потом выпустили вторую пластинку. Потому что даже, когда вы будете слушать, и вы будете это слушать, это очень красивая музыка, еще раз говорю, с мелодией, которая проходит через всю пластинку, проходит такая очень красивая мелодия, и самое интересное, что она не, ну, она, она красивая, и она постоянно, постоянно ты ее воспринимаешь, она тебе не отторгает себя к концу альбома, нет, все нормально. И когда вы ставите последующий альбом 75-го года этой же группы, вы понимаете, откуда ноги растут. То есть, я думаю, что это, видимо, все-таки были две, была одна работа, то есть, люди написали пластинку двойную, но компания выпустила сначала одну, потом вторую. Ну, и уж если мы говорим об Артроке, так сказать, об его культовых пластинках, конечно же, альбом Даррила Уэя, скрипача группы Carved Air, его сольная пластинка называется Волк, Вольф. Тоже, кстати, вот замечательный музыкант. Послушайте его сольная работа. Как-то вот в Carved Air он был одним из, понимаете, о чем я говорю, да? А вот сольные пластинки его очень красиво, то есть, настолько ярко выраженный музыкант. Ну, и завершая вот эту артроковую историю, хочется, конечно, показать альбом Ballerman группы Group Schmitt. Тут 30-минутная версия Solar Music, помните такую композицию из их предыдущего альбома? Ну, банда еще та, конечно, это немецкий крауд-рок, я знаю, что есть громадное количество людей, которые обожают вот эти вот все немецкие штучки, это как баварское пиво с сосисками, раз попробовал, кайфанул, будешь петь постоянно. Ну, друзья мои, с этими делами мы, как говорится, порешали, наверняка есть что-то еще, вы можете мне написать вот туда вот, вниз, что еще это, 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 конечно, чего там только нет, еще столько было, и там альбомы и Зин Лиззи и Айра Смит и кто там еще и Киз с 74-го года, но еще раз говорю, это были альбомы, были, не мое, у меня этого нет, а вот это мое, я показал то, что мне нравится. И перейдем к джаз-року. Вот здесь я не могу не отметить те пластинки, которые я взял с собой, во-первых, это Weather Report, Mysterious Traveler, альбом 74-го года. Джо Завину, Уэйн Шортер, Алекс Сакуна, ну просто Мирослав Витуш, кстати, чешский, беглец, который уехал на запад, контрабасист. Потрясающая пластинка. Return to Forever, Чикакуре. С молодыми Олди Миолой, Стэнли Кларком и Ленни Уайтом. Кстати, вот здесь автограф Ола Демиолы, который он подмахнул вот так вот. Что там видно, как там видно, но я-то знаю, что пластиночки прикасалась рука этого замечательного гитариста. Стэл и Дэн. Ой, люблю эту команду. Прэц и Ладжик и альбом группа Стэл и Дэн. Прэц и Ладжик. Здесь еще, видите, они как бы как группа, полный состав. Потом уже Стэл и Дэн, это будет просто два музыканта. Дональд Фейген, певец и клавишник, и, к сожалению, ныне покойный гитарист, мультиинструменталист Уолтер Беккер. Друзья мои, если вы не знаете группу Стэл и Дэн, я просто вот честно говорю, я вам завидую, потому что вы откроете такую потрясающую для себя команду с такой потрясающей музыкой. Белый фанк. Эврайдж Уайт Бэнд, одноименный альбом. Посмотрите, какой замечательный логотип. Я тут недавно видел новый логотип нашего джазового трио ЛРК настолько кайфанул от него. Вот есть же у нас все-таки талантливые люди, которые умеют это делать. Вот есть вещь, которая от тебя ты видишь, и тебя она просто завораживает. Вот меня это тоже завораживает. Не знаю, почему. Может, наверное, от шрифта. Но завораживает. Вот красивый логотип. Группа Blood, Sweet and Tears, кров, пот и слезы. К сожалению, может и к счастью, не знаю. Дэйв Клейтон Томас собрался куда? На вольные хлеба и ушел. И оставил группу без вокалиста. Но незаменимых у нас нет. Пожалуйста, Джерри Фишер, новый вокалист. Очень оригинальный конверт с глазами. В 76-м году, если помните, вышел альбом Sweet, назывался Give As a Wing. Там вот это глаза эти использованы как фишечка. Но мы еще поговорим об этом. Tower of Power. По-моему, это третья долгоиграющая пластинка группы Tower of Power. Вот тоже очень интересно их раннее творчество, особо интересное. И до сих пор команда играет. Слава тебе, Господи. Потрясающий фанк, соул, великолепная группа. Кстати, продолжает наш обзор канадская группа Lighthouse. Что переводится английского означает «маяк». Я уже, по-моему, в одном из наших выпусков представлял эту группу. Если вы любите творчество Chicago, если вы любите творчество Blood, Sweet and Tears, если вы любите творчество Tower of Power, если вы любите творчество Average White Band, поверьте мне, Lighthouse это ваше. Во всяком случае, это их далеко не первый альбом, это уже, как бы уже группа набрала ход. Там один Sunny Day с чего стоит альбом, а двойной концертник это вообще просто, просто песня. А Гайя Плеерс и альбом Fire. Мне очень нравится оформление этой группы. Серьезно говорю, оформляют они потрясающе. Вот эти вот, вот это женское, так сказать, женские образы. Здесь, вот видите, чуть ли не пожарница. Там у них была наездница в предыдущем, по-моему, альбоме. Потом, по-моему, официантка еще будет. Очень хорошая и такой очень классный фанк, соу, фьюжн. То есть, то, что мы любим. Хороший, качественный джаз-рок. Братцы Дуби. Замечательный альбом What Were Once Wices Are Now Headed. Этим все сказано. Еще не пришел Майк Макдональд, который станет потом основным вокалистом этого коллектива, но альбом прекрасный и его нужно как минимум послушать. Чикаго. На этот раз дизайн альбома представляет из себя кожаную, как бы вот, я не знаю, пресс-папку или я не знаю, как это, но вы посмотрите на эту красоту. Это все, друзья мои, выдавлено конгревом. Ты берешь это в руки и тебе от этого просто тактильное вот это ощущение просто в кайфу. А теперь посмотрите, какой замечательный разворот. То есть, мы к бабушке на каникулы в деревню, там, где горы, там, где лошадки, там, где молочко, как там было, помните, в этом, и к в деревню на поправку, две коровки щиплют травки, отдыхать отправлен был. Вот в полном составе группа Чикаго. Я не знаю, я люблю Чикаго, я их просто обожаю до сих пор, даже там от них сейчас, ну, наверное, вообще практически Джеймс Панков, наверное, Паразайдер и Лэм остался, наверное, и все. И то уже в таком, ребята уже в довольно-таки, ну, довольно-таки почтенном возрасте. Тем не менее, ну, шикарная группа. А то, что сделал Леня Воробьев со своим трибютом Чикаго, это вообще, я считаю, достойно отдельной истории целой. Дай бог, вот они вернутся после гастролей, у них были гастроли по Соединенным Штатам Америки. Мы обязательно сделаем с ними совместную программу, поговорим вообще об истории этого проекта. А вот этот Чикаго настоятельно рекомендую. Послушай, тут, кстати, замечательные вкладки. Вот за что я люблю Чикаго, за вот эти вот все тонкости, извиняюсь, вот это, оформление вот этого всего. Это, конечно, дорогого стоит. И вот еще раз, лишний раз призывает к тому, что, ну, хорошая вещь новоделы, очень хорошая, новые, в целлофанчике, все сделано. Начинаешь вот так вот сравнивать. Ну, небо и земля. Краски куда-то не туда идут, понимаешь? Если здесь это видно, что вот это все нарисовано пером, вот это, то на современном здании это такое ощущение, что мелками рисовали, при том, те люди, которые рисовать не умеют. Ой, я прошу прощения. Земля, ветер, огонь. Вот с этого альбома, видимо, Open Your Eyes, вот это, открылись глазки, я думаю, что вот с этого альбома уже группу Земля, ветер, огонь нужно слушать, просто необходимо слушать, потому что с каждым последующим альбомом все кайфовее, драйвовее, сильнее, привлекательнее. Что там говорить? Такие альбомы, как All in All, Spirit, I Am, Power, Rise, ну это сказка, это просто сказка. И в качестве вкуснейшего десерта завершим 74-й год мы альбомом Ода Венере Чеслова Немина. Это один из двух альбомов, который был выпущен в Америке. Чеслова Немин прославился в социалистической Польше, хотя корни его, как вы знаете, белорусские, и на его родине, вот там, где Хатка стоит, где он родился, там сделали музей, мой друг Саша Милов Минский имеет к этому непосредственное участие. Саша, привет, молодец, что вы поддерживаете память этого великого, действительно великого музыканта, Чеслова Немина, это хорошо. Отличительная черта этой пластинки заключается в том, что в качестве аккомпаниаторов, нет, даже не аккомпаниаторов, в качестве соавторов и соучастников этого альбома, записи этой, выступает культовая польская группа СББ. То есть, вот этот альбом записан четырьмя музыкантами, три из которых это трио СББ и Чеслов Немин. Существует легкая путаница, в одних аналах этот альбом идет как 70, но записан он точно был в 73 году, в конце 73 года, и если в одних аналах он идет как 73 год, но вот здесь на этом альбоме написано, что он 74 года, издание, впрочем, какая разница, альбом потрясающий, он вне времени, как и все творчество Чеслова Немина, оно вне времени, кстати, Чеслов Немин очень любил, кстати, приезжать в Советский Союз, и есть одна замечательная пластинка, замечательнейшая пластинка, которую я вам напоследок рекомендую, от Чеслова Немина, где он поет русские народные песни, в своей, как говорится, в своей аранжировке, по-моему, она выходила, нужно обязательно иметь это издание, в Германской Демократической Республике, но у нас все через, понимаете, да, вот так вот, нет, чтобы это в России выпустить, у нас это вышло только в Кургозоре, маленькая такая пластиночка, был такой журнальчик, помните, нет, с синенькими пластиночками, такой был журнальчик, за которым все бегали по киоскам Союзпечати, когда он выходил, потому что там можно было на 12-й странице найти что-то из зарубежья и послушать, ну и каких-то наших новых модных поп-музыкантов, нет, не так, наших музыкантов, которых не показывают по центральному телевидению и очень редко ставят, особенно в ночное время, на всесоюзном радио, вот, ностальгия пришла, друзья мои, на этом все, с 74-м годом прощаемся, я уверен, еще раз говорю, что будут внизу, будут в комментариях, вы вот это не сделали, я каждую, каждую пересмотрю, каждую пересмотрю, спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, значит так, подписываемся, ставим там вот эти все там лайки, комментарии, там приводим друзей, семьи, соседей, я не знаю, там всеми районами давайте дружить, потому что и для нас это важно, и для вас это важно, я думаю, что мы это дело любим, мы это дело знаем, и мы хотим все, что есть у нас, понимаете, с вами этим поделиться, это наша основная задача, мы по-настоящему как бы действительно это любим, мы этим, как ни странно, вот дожив, уже сидим, но все равно этим живем, мы это любим, это часть нашей жизни, друзья мои, всего вам самого хорошего, с вами был Николай Бигник-Богайчук, и встретимся с вами в 75-м году, а там, поверьте мне, есть о чем рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова